здравствуйте мои дорогие подписчики и зрители моего канала 4 июня время 5 10 мы софии стоим мы софии с чемоданом стоим ждем такси кстати такси в норильске стоит 140 рублей по городу независимо от того куда куда мы поедем 140 рублей наше такси подъезжает и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, друзья мои, проводила Софью, замерзла. Софья отдала куртку. Села в автобус в Толстовке. Ну, попросила меня, конечно же, не снимать. Сами понимаете, такой возраст. Говорит, мама, не надо меня снимать. Не снимай, пожалуйста. Поэтому я сняла самую-самую концовочку. Уже когда они, детки, расселись по автобусам. И уже двинулись. Девушки отдыхают. Субтитры сделал DimaTorzok Неужели этот день закончился и я отработала? Тяжелый день сегодня. Во-первых, я очень хочу спать. Во-вторых, я утром, пока провожала Софью, так перемерзла, что я не могу согреться весь день. Просто весь день меня колотит. Хотя на работе достаточно тепло. В-третьих, у меня очень раскалывается голова. Сегодняшний день весь день на нервах. Проводили мы сегодня диеток в 6 утра. Но по метеоусловиям Норильска рейс был отложен. Сегодня был туман. В аэропорту Аллыкель был туман. И наши дети улетели только на посадку, вернее, пошли только в 2 часа. А вот представьте, сколько времени детки сидели, мучились в аэропорту. До 2 часов сидели голодные. Хорошо, что я Софье положила с собой водичку и покупные рулетики. То есть перекусить было что. Но почему дети были голодные? Вообще их кормили. В 12 часов было организовано питание. Но наш сопровождающий, к сожалению, не позаботился о том, чтобы накормить всех детей. Чтобы накормить весь свой отряд. Поэтому я сегодня весь день на нервах. В общем, меня взбесил сегодня наш сопровождающий. Я вообще не понимаю, зачем таких людей ставить на работу, на организационную работу. У которого организационных способностей каких-то просто ноль. Знаете, ни рыба, ни мясо. Это уже началось с самого утра. Нам дали 6 автобусов. Все сопровождающие быстренько распределили своих детей по автобусам. Но нашему сопровождающему автобуса не досталось. Вернее, не сопровождающему, а нашему отряду. И пока все дети сидели в теплых автобусах, наши дети вместе с родителями стояли и мерзли. И ждали, когда же сопровождающий удосужится что-то организовать вообще. Он просто стоит со своим списочком и не знает, что делать. И не знает вообще, что делать с этими детьми. Боже мой! Кому вообще доверили детей? Слава Богу, на помощь к нему пришла какая-то женщина и двое полицейских. И быстренько-быстренько распределили детей по всем автобусам, где были места. В общем, детей усадили. Ну, а дальше приключения на этом не закончились. Дальше все продолжалось в аэропорту. Когда надо было в 12 часов организовали питание детям, оказывается, у нас полотряда остались голодные. И когда я у Софьи спросила, почему вы не кушали, на что она сказала, ты знаешь, мама, мы даже не слышали, когда он назвал. То есть он, наверное, я не знаю, шепотом себе под нос прошептал. То есть, ну, кто поел, тот поел. Те молодцы. Кто не поел, ну, извините. Ну, разве так можно? Вот такой вот у нас сопровождающий. Поэтому сложный, тяжелый день и для детей, и для нас, для родителей. Голова кругом, уставшая. Хочется уже прийти домой и положить голову на подушку. Так что дети наши еще в полете. Прилетят они по нашему времени в 8 часов вечера. Скорее бы уже долетели, чтобы со спокойной душой можно было лечь спать. Вот такие вот у нас дела. Летний период, начало лета, июнь месяц, это частая проблема вылететь из Норильска, так как в Норильске туман. Ну все, дорогие мои, я подошла к дому. Несу два пакета с продуктами. Устала рука. Буду заходить. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok